Не прошло и года, как в Иркутинске горно-экономический колледж возглавил Виктор Тельнов, а уже невооруженным глазом видны яркие креативные изменения в учебной, общественной, спортивной и творческой жизни этого прославленного учебного заведения. В первую очередь мы изменили, наверное, внутреннюю жизнь колледжа и для студентов, и для сотрудников. У нас появилась масса спортивных секций, у нас появились досуговые мероприятия, которых раньше не было. Мы очень сильно стали развивать отношения с партнерами нашими, то есть и с объединением Воркута-Уголь, и с Газпромом, с Трансказ-Ухта у нас отношения налаживаются, и в принципе со всеми партнерами, которые заинтересованы в молодых специалистах. Мы сильно поменяли отношения и внутри колледжа, и у самих студентов к производственным практикам. У нас сейчас новый заместитель по учебно-производственной работе. Мы модернизировали внутри работу со студентами дневного отделения. Мы ввели дополнительные ставки для учебной части, чтобы работа, именно учебная работа, потому что воспитательная работа, развлекательно-досуговая часть – это все важно. Но основная наша задача – подготовка колледжных специалистов. В колледже открыт новый спортивный зал для занятий фитнесом, который абсолютно бесплатно могут посещать все студенты и преподаватели. Более того, спорт, как незаменимая часть физического и духовного воспитания молодежи, вновь поднял на пьедестал почета студентов Горно-экономического колледжа. С приходом нового руководства у нас в колледже очень многое изменилось в лучшую сторону. Во-первых, я как руководитель физического воспитания хочу отметить то, что у нас повысился уровень физической культуры. В каком плане? В том плане, что мы приобрели новый инвентарь, мы приобрели новую спортивную форму – волейбольную, баскетбольную, футбольную. Ребята наши стали очень активно посещать спортивные секции. Мы принимаем участие сейчас во всех видах спорта. Если мы в том году не принимали участие в чемпионатах города, в этом году мы принимаем даже в чемпионатах города. Мы соревнуемся с командами, с профессионалами, которые в том году мы даже не могли с ними соревноваться, так как у нас были слабые команды. Ребята относятся к своему новому директору не как к номенклатурной руководящей единице, а как к старшему товарищу, с которым можно посоветоваться по учебным и досуговым вопросам, и который всегда поддержит студентов в их творческих изысканиях и поможет в профессиональных починах. В колледже вновь стал вести свою активную работу студенческий совет, тогда как в былые годы он существовал чисто формально. Студсовет у нас занимается непосредственно вопросами и какими-то проблемами, связанными с студенческой жизнью. То есть, допустим, у нас есть очень много идей, как можно сделать жизнь в колледже лучше и намного интереснее, чтобы студенческая жизнь была непосредственно таким эмоциональным пятном в жизни, что не только мы учились, но и как-то развлекались и самореализовывали себя в колледже. Чтобы студенты смогли спокойно в теплой и дружеской обстановке пообщаться или обсудить внутренние дела своей группы, в колледже открыто специальное кафе. Ну, вот это помещение студенческого кафе, которое мы с недавних пор используем для того, чтобы студенческие группы могли собраться, попить чаю, обсудить проблемы. Куратор группы должен обязательно присутствовать, да, чтобы, ну, скажем, такое место, где группа может посидеть, обсудить, побеседовать, ну, и просто провести время спокойно, отдохнуть, тут вон телевизор, музыка, чай, пироги, то есть все столовые у нас все это поддерживают. Вот, в принципе, для того, чтобы студенты почувствовали, ну, некую такую заботу. В последние годы учебный штряк колледжа требует капитального ремонта, поскольку в том виде, в котором он находится сейчас, он больше похож на настоящую подземную горную выработку. Кровля осыпается и оседает, с нее течет вода. Капремонт – дело затратное, и пока достаточных средств на него нет, в колледже разработана компьютерная программа, в которой до мельчайших подробностей воспроизведен учебный штряк. И вообще, сейчас техническое оснащение горноэкономического колледжа стоит на должной высоте. Мы стараемся и наращивать материально-техническую базу, вот мы закупили оборудование компьютерного там на полмиллиона, спортивного инвестаря примерно на ту же сумму, потому что, ну, новые секции, они требуют и оборудования, и всего прочего. Мы организовали массу выездов для студентов на научные конференции. Вот в Москву у нас, в Госдуме наши ребята были, участвовали с проектом. На летний отдых путевки мы стали получать, отправили. Вот за лето у нас 10 человек съездили в Анапу, и 9 съездили в Киров, в санаторий. То есть, в принципе, все сферы, которые можно прикоснуться изменениями, мы прикоснулись. К сожалению, в небольшом сюжете невозможно рассказать обо всех нововведениях последних месяцев. Одно ясно, в этом прославленном учебном заведении наконец-то появился достойный руководитель, пользующийся уважением коллег, доверием студентов и у кого слова не расходятся с делом. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, ТВ ГАЛО, Воркута.